Аллаху, 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 Аллаху. БисмилляхиррахмÁнаррахмÁн. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире Интераз, вновь программа Джума. Продолжая тему исламской этики, мы хотели бы затронуть вопрос о добрых и дурных мыслях. Суизан переводится с арабского как «усомнение в доброжелательности других» или же «дурные мысли о других». Согласно исламу, сомнение в добрых намерениях других является великим грехом. Грехом, который портит человеку жизнь и превращает каждый ее миг в горечь. Человек, думающий о других плохо, сильно усложняет свою жизнь. Точно так же, как и добрые помыслы упрощают и даже услощают жизнь. Говоря о пороке у сомнений в других, имеется в виду не наговор или клевета, а именно сама мысль о том, что другие поступают плохо, имеют плохие помыслы или являются плохими, не имея на то веских доводов. Это грех того, что во всем ищешь злое намерение. Поэтому, если увидеть кого-то за дурным делом, следует толковать это к добру, покуда обратное не станет ясным. Например, увидели кого-то, покупающим спиртное, нельзя сразу же приходить к выводу, что он будет его пить. Надо толковать это сначала к добру. Может, он покупает спиртное для дезинфекции или компресса. Лишь увидев человека за употреблением спиртного, когда нет места сомнениям, можно судить о греховности его поступка. Одним словом, пока дурной поступок человека не стал явным и неоспоримым, нельзя на основе предположений судить о ком-то плохо. Порой не сами дурные поступки, а именно предположения о них становятся причиной ссоры и вражды. Так на пустом месте возникают обиды и рушатся судьбы. В 12 аяте суры Худжурат Аллах повелевает. «О те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом». Дурная мысль может прийти в голову, но надо эту мысль прогнать. Грехом является заострение внимания на чужих делах и решение о том, что другой поступает или мыслит плохо. Конечно же, есть и исключения. Во время войны, во имя общего блага, надо ожидать от врага вреда. Даже следует сомневаться в добрых делах. Но в межличностных отношениях такой подход недопустим. Нельзя руководствоваться сомнениями и предположениями. Сколько мы видим семей, разрушенных ревностью супругов? Сколько мы видим детей и молодых людей, погубленных родительским контролем? Сколько мы видим друзей, ставшими врагами из-за домыслов? Сколько человеческих жизней было прервано лишь из-за чьих-то предположений? Сколько войн было начато из-за догадок? А ведь корень всех этих зол – сомнения в других или в их намерениях. И скольких бед можно было бы избежать, доверяемые друг другу больше? Какие бы крепкие узы связывали бы людей, какой бы мир был безопасный? Имам Али в одной из своих речей изрек «Наказывай вам не впадать в сомнения друг о друге, ибо сомнения вредят добродетели и отягчают грехи». Сомнения могут сеять вражду не только между членами семей или друзьями, но смогут привести к войнам и убийствам. Если же сомнения переходят в образ мысли, то это губит человеческую душу. В одном из хадисов говорится «Сомнение в людях есть сомнение в Боге». То есть дурные мысли о других часто проецируются и на Бога. Таким образом, переходят и в усомнения о Божьем помысли. Привыкший мыслить предположениями, негативными оценками, предвзятостью, в конце концов, начнет про себя наговаривать и на Бога. Как говорится в хадисе, величайшим из великих грехов является усомнение в добрых помыслах Бога. В противовес этому в хадисах также говорится «Лучшая из богоугодных дел – уверенность в добрых помыслах Бога». То есть человек не должен ожидать от Бога чего-то плохого, и наоборот, должен все время ожидать от Него добра. Жизнь человека определяется его ожиданиями и мыслями о людях и Боге. Как вера в людей привносит сладость в жизнь, укрепляет общество и содействует миру, точно так же и вера в Бога упорядочивает нашу жизнь. Если надеется, что Аллах не спошлет помощь в трудный момент, Он пошлет эту помощь. Если впасть в безнадежность и не надеяться на Бога, то и помощи не будет. Ярким примером этого является хадис о надеющемся грешнике. В судный день некий человек, представь перед Всевышним, узнает, что чаша грехов перевесила чашу добродетели. Опустив голову, Он потихоньку устремится к аду, но иногда, приподнимая глаза, будет оборачиваться. У Него спросят, зачем ты оглядываешься? На что Он ответит? Я не предполагал такого конца. Я знал Бога всемилостивым и всепрощающим. Я надеялся совсем на другое. Надеялся быть прощенным. И тогда Бог прикажет отнести грешника в рай и скажет, я не допущу, чтобы надежды на мою милость были неоправданы. Не надо путать надежду с самонадеянностью. Питать добрую надежду и обманывать себя – это разные вещи. Однажды мужчина подошел к имаму Садыку и сказал, часть людей отошли от богослужения и утверждают, что любовь к вам спасет их. Имам ответил, мы сами ищем спасения в служении Богу. Как же любящий нас может так рассуждать? Надеяться на добро, быть в ожидании хорошего следует в том случае, если стараешься. В молитве Кумейль есть следующие строки, которые в полной мере раскрывают эту мысль. О мой Господь, о мой Повелитель, разве допустимо ли, что ты предашь мукам меня после того, как я признал твое единство, осветил душу твоим познанием, занял язык твоим поминанием, «Всем нутром был пленен твоей любовью, стал верным тебе и покорно пришел мольбою к тебе. О нет, не верю в это, ибо ты далек от этого». В этой молитве проявляется суть надежды. Человек старается, как может, и надеется на благополучный исход. Он не надеется на себя, не обманывает себя. Он осознает свою слабость, но не впадает в безнадежность, не сомневается в Божьей помощи. Наоборот, надежда на Божью милость возрастает, так как при всех трудностях он направил свой взор на всемогущего и всемилостивого Аллаха. Отчего же возникает сомнение в Божьей доброте и безнадежности? Прежде всего, надо сказать, что первый, кто плохо подумал о Боге, был сам Сатана. Когда было ему приказано пасть ниц перед Адамом, он усомнился в его справедливости. Как может справедливый Бог, подумал он, приказать сотворенному из огня пасть перед сотворенным из земли? Это тот случай, когда сомнения возникают из-за испытаний веры. Во втором аяте суры Анкабуд говорится, «Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут испытанию? Только за то, что они скажут, мы уверовали». То есть человек должен знать, что пришел в этот мир проявить свое духовное могущество и достичь духовного совершенства. А это невозможно лишь пустыми словами. Вся жизнь со всеми ее трудностями направлена на совершенствование человека. Жизнь – это борьба со своими страсями и недостатками. Трудности жизни существуют для всех и у каждого свои проблемы. Цель их – не испортить человеку жизнь, а дать ему возможность для духовного роста, дать ему возможность встать над миром. Некоторые не могут оценить эти возможности, поэтому впадают в сомнения, думая, что Бог к нему несправедлив. Порой для духовного роста требуется осознать свою слабость и величие Бога. Как говорится, человек полагает, Бог располагает. Иногда для духовного роста требуется незамедлительно почувствовать отрицательное влияние греха. Иногда для духовного роста требуется одолеть себя. Иногда для духовного роста требуется испытать потерю и обделенность. Порой наши молитвы и желания несовместимы. С духовным ростом и Бог не отвечает на наши мольбы. Он не оставляет нас, а не дает нам то, что вредно. То есть форма и содержание испытаний могут быть разными, но все они направлены к единой цели – выявить в нас истинно человеческое, проявить всю нашу внутреннюю красоту и силу. Поэтому сложности жизни не должны приводить человека в безнадежность, а наоборот – воодушевлять его на большее. В трудностях надо уметь видеть Божью благодать. На этом я прощаюсь с вами. До встречи. Вассаляму алейкум. Варахматуллахи ва баракат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok